Последность символа, то есть текст, и таким образом здесь применимы все известные текстовые редакторы и их, так сказать, фичи. Дальше модели отражения. Модель отражения – это способ статического анализа, который основан на механизме регулярных выражений и позволяет выполнять несколько более сложные действия по сравнению с текстовой обработкой, которая является в курсе фильтрации. И, наконец, промежуточные представления, которые являются достаточно сложными наборами данных, построенные с помощью специализированных инструментов, позволяют выполнять наиболее глубокий, максимально глубокий статический анализ в том виде, в котором он вообще приносит какие-то результаты. Текстовая обработка – то же самое, значит, может быть, классифицировано, как поиск, но не по регулярным выражениям, лучше, можно сказать, по некоторым фильтрам. И второй вариант текстовой обработки – это обработка для цели построения метрик по той или иной системе регулярных выражений. Вот, значит, модель отражения как методика второго уровня сложности для статического анализа, рефлекционного анализа. Значит, это структура другого уровня программы в ее алгоритмической части, построенная по исходному тексту с помощью достаточно несложных механизмов регулярных выражений. Ну, место модели отражения в жительной цикле программного обеспечения – это сравнение прототипа с его реализацией, построенным после отречения исходного уровня. Значит, на этапе проектирования мы имеем в некоторой аннотации структуру, описанную для последующей реализации, еще так, а после реализации мы можем построить модель отражения для выявления соответствия, степени соответствия реализации проекта. Еще слайд, пожалуйста. Ну, это можно пропустить. Это не раз было сказано. Значит, вот здесь проилактировано построение модели отражения для виртуальной системы памяти Unity. Еще слайд, пожалуйста. Вот здесь построена модель отражения для NetBSD. Если сравнивать одно с другим, то в некоторой графической аннотации здесь можно выявить достаточно серьезные отклонения проекта и реализации. Еще слайд. Ну, это вот система, это грамматическая, система правил, которая строит модель отражения по массиву исходных текстов. Еще слайд. Значит, кроме, ну, так сказать, канонической картины построения модели для NetBSD, значит, были выполнены собственные, не очень сложные эксперименты, связанные с построением модели отражения для подсложных битон проектов на основе утилиты из проекта из пакета битонов. Значит, проекты, это были, собственно, та же самая утилита со схожим текстом логила и просто платформенная сборочная система Scrums. Ну, вот здесь проиллюстрировано построение модели отражения для проекта Scrums. То есть, видите, здесь изображены связи, дополняющие техническую документацию и связи, отсутствующие технической документации. В конце трассы, вот эта тревога, то, что умолчано разработчиком на зеленое, это то, что заполняет. Еще подробно. Ну, вот это конкретные примеры проблем. Еще раз. Вот. И вот тоже фрагмент модели отражения здесь ставлен крупнее. То же самое упражнение для утилита логила постоянно вверх. То же самое мотации и те же самые проблемные отражения. Ну, это тоже, как мне говорили, констатации. Еще слайд. У меня кончилось время, да? Давно. Давно. Три минуты назад. А, три минуты назад. Ну, давайте поближе к концу подлистаем. Еще, еще. Это вот внутреннее привежущее представление на основных характерах дневного сбора. Еще, пожалуйста. Значит, это вот примеры текстов на диагнозе, питоне и житоне. И список инструментов, которые используют промежуточное представление в виде трактора симпатического дневного. Дальше. Еще раз. Ну, это способ промежуточного представления в виде революционной базы данных для тех же текстов, которые были ранены. Ну, достоинства революционного представления. Еще. Примеры инструментов, которые используют революционное представление. Еще. Проблемы революционного представления и карты. Ну, связанные, грубо говоря, со способом революционного строения. Еще, пожалуйста, с вами. Это, значит, проблема транзитивного замыкания. Следующий. Примеры инструменты представлены здесь, которые используют аналогические языки для решения транзитивного замыкания. Еще, с вами. Еще, с вами. И последнее, которое здесь уже было бы представлено, автоматное составляние, которое, значит, ну вот, просто опускаем. Еще, с вами. Еще, с вами. Соответствие текста и автомата. И пример статического анализатора, который этот механика меняет. Еще слайд. Этот можно опустить. Этот тоже можно опустить. Ну, наверное, на это можно заплатить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да у меня вот такой расширенный вопрос. Я думаю, может, в кулуарах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что я сейчас пока подведу к нему, это минут пять пройдет. Можно дурацкий краткий вопрос. Я помню, что там было. Я, ЯЦЦЦ, Байзон. Бились такие утилитки? Это утилитки. ЯЦЦ – это дегенератор с анализаторов. Но это где-то тоже? Нет. Дело в том, что мы не используем сторонних утилит. Мы используем только компиляторы с открытого входного входа. ЯЦЦ, Байзон. Это генеральный. А мы используем сам ЖЦЦ. Сам ЯВАК используем. Сам ЛИТОН используем. И ничего более. Ну, еще один вопрос. В каждом компиляторе есть элемент, вот этого анализа, который вы говорите. Нет. И в ЗЦЦ присутствует в некоторой степени. И в этом новом LVL. Я не понимаю. Да, он же есть там. Он тоже там присутствует. Приблизительно методы, которые используются в этих компиляторах, и то, что вы рассказываете, это приблизительно тоже в общих чертах. Мы не занимаемся синтаксическим разбором. Мы используем результаты синтаксического разбора готового компилятора. А потом эти результаты используем уже в своих целях, которые к синтаксическому разбору не имеют никакого. Как двумя словами и несколькими словами охарактеризовать потребителя в ваших разработках? Ну, к сожалению, мы пока не нашли достойного потребителя в своих разработках. Мы пока сами его потребляем. Но, строго говоря, эта деятельность может заинтересовать, во-первых, организаций, которые занимаются специальными, будем говорить, задачами в части программного обеспечения, такими как спектр, упомянутые сегодня, и другими, например. Кроме того, такого рода инструменты могут заинтересовать организации, которые в промышленном масштабе практикуют сопровождение, типа ауксорсов. Потому что, трудно говоря, если имеется малодокументированный массив работающего кода, тем не менее, он все равно требует сопровождение, и, как мы говорили, чтобы скелет в шкафу не держать, гораздо проще держать инструмент, который этот скелет по мере необходимости будет устроить. Я где-то читал, что порядка 8-10-90 даже процентов кода, которые сейчас занируются, это и есть ауксорсов. То есть, в принципе, как перспектива, заказчики должны быть? Да, конечно, главное. У меня вышла как раз сегодня очень интересная статья. Я могу в качестве аргументации, ну, уже в клавах, видимо, я с ней знакомлю. Ну, и сам? Да. Ну, первое, спасибо. Кратенькие комментарии. Когда в очередной раз вижу, как записывает дерево в таблицу, рыдаем, люди с квадратным мышлением, с квадратным гнездором. А насчет потребителей, ну, я не спецзадовец, но у меня, кажется, есть будут к вам вопросы. Я, правда, это по части анализа консигурации, собственно, кода. По части того, с кем еще может иметь смысл судить, я знаю, что, по-моему, в Одессе, в последний раз рассказывал, и легкий предпоследний, Руслан Шевченко о том, что они свой самодельный статический анализатор как раз нашли очень полезным именно в деле поддержки. То есть, они берутся разбираться с уже существующим нетривиальным кодом и приводить его в нужный... Ну, рефакторинг тоже не последнее делал. Ну, рефакторинг тоже не в рефакторинге, а в ОООО, а в ОООО. Перед анализа. Да, да. Как вы? Ну, тогда спасибо! Ну, ну, сна… Да, да. Это почетная роль досталась товарищу Филе Ницину. Программная реализация декодоров одного класса по мехвоустойчивым кодам на эландерических привычках, Проектировано на основе шаблона, обобщенного и мета программируемого. Все слова знакомятся. Что вы, правда, отвечаете? Я сейчас объясню. А это интрига. А вот эта программа – это запись на «ЦКУ» «Пришло», «Самок». Ну, после программного насильника. Да, значит, длинное название. Я попытаюсь более простым языком пояснить, чего я хочу рассказать. В презентации довольно много кусочков исходного хода. Я постараюсь, значит, поменьше говорить, ну, разбираться, заставлять вас разбираться со скотным кодом, побольше про идейную сторону вопроса. Значит, ну, по-простому говоря, я запрограммировал такую маленькую библиотечку, решающую задачу, связанную с теорией помехоустойчивого кодирования. Это такая актуальная область. Может быть, там, значит, многие слышали про нее. Помехоустойчивые коды используются там, начиная от CD-дисков, заканчивая вот такими вот QR-кодами, которые есть у Mozilla. Наверное, не видели их. Раньше ими ссылочки кодируются. Там тоже, на самом деле, используются помехоустойчивые коды. То есть информация предполагается, что может теряться или искажаться. Если эти искажения не сильно большие, то их можно, ну, соответствующие потери, можно восстановить. Вот. Но библиотека, которую я написал, она, значит, вот я не буду приводить там красивых графиков по поводу быстродействия. Я еще этим не занимался. И для меня это не является там сейчас первоочередной задачей. Вот. Мне важно, ну, рассказать немножко про методы разработки, которые я использую. И я считаю, что они весьма актуальны. Почему? Потому что вот в помехоустойчивом кодировании, скажем, там база алгебра. Вот. Те коды, которые используются по сей день, даже вот в QR-кодах, они, ну, это так называемые классические коды, их там в 60-х годах придумали, там была еще сравнительно простая алгебра, там многочлен над конечными полями. Вот. Последние 60-е годы. Последние лет 20 в этой науке, значит, все более и более жуткая математика участвует. Поэтому, чтобы ее программировать, ну, в частности, значит, алгебраическая геометрия, чтобы ее программировать, нужны средства, языковые средства, которые позволяют проектировать код на достаточно высоком абстрактном уровне. То есть, вам там не хочется думать про то, как вы работаете с памятью, скажем, с указателями и так далее. Вот. Вы хотите думать о каких-то сложных математических штуках. В то же время, значит, ну, у нас есть высокоуровневые языки, да, мы все про них знаем, но зачастую, в общем, они неприемлемы. То есть, вас может волновать там просплатформенных, да, и тогда вы там отказываетесь от чего-то, что нет компиляторов, да, там, или... Ну, то есть, C++ или там C, C++, это все еще языки, которые, в общем, значительную часть рынка ПО удерживают. Вот. То есть, применение того, чего я говорю, оно пока такое непромышленное. Больше я ориентируюсь на использование в пакетах компьютерной алгебры. Это, например, ну, вот сегодня уже упоминался там SciLab и некоторые другие, но меня больше радует пакет Sage, который разрабатывается в университете Вашингтона. И, в частности, там есть такой, как бы, маленький кусочек своей библиотекой GAP, там Groups Algebra and Programming, где вот почти, ну, уже близкие вещи, с которыми я работаю, то есть, современные помехоустойчивые коды отчасти реализованы, но то, что делаю я, там еще нет. Так. Вот. Ну, про C++, ага. Про C++ мне придется сказать пару слов. Вот, значит, такой исторический экскурс. Все, что я, ну, основной пахос рассказа связан с использованием шаблонов C++. Вот. Ну, шаблоны C++, по простейшему, как бы, пониманию, это нечто, что использовалось для создания, ну, полиморфных контейнеров. То есть, вам нужен, там, стек целых чисел или вам нужен список вещественных. Вот до C++, да, там был C, например, если вы когда-то, ну, наверняка делали какие-нибудь там домашние задания про то, как реализовать, там, стек на C, вы, там, знаете, про ВОИ звездочка и про все, там, те ужасы, которые, там, с многочисленными кастованиями, преобразованиями типов происходят. Ну, на самом деле, в домашних проектах, может, это не так актуально, а вот в больших проектах это была большая сложность. То есть, и когда вот C++ разрабатывался, придумывался еще в 80-х, в принципе, товарищ Стрелл Струпп, автор, да, говорил, что это вот очень важная штука, шаблоны, вот принципиально важные. Но именно вот для таких, в общем-то, узких целей. Ну, там его размышления можно прочитать в хорошей книжке, значит, дизайнерной модифицией C++. Чуть позже пришел товарищ Степанов из, значит, Хьюлиот Паккарда. Ну, изначально он из СССР эмигрировал в Штаты и потом, значит, в рамках Хьюлиот Паккарда разработал библиотеку STL и концепцию обобщенного программирования. Ну, вот обобщенное программирование – это нечто, про что очень можно долго рассказывать. Я не буду это делать. В целом, если вы с STL сталкивались, ну, или с той частью стандартной библиотеки C++, которая сегодня, ну, которая стала STL впоследствии, то вы примерно, может быть, представляете что-то такое. Часто про обобщенное программирование его автор Степанов и сам Строу Струпп говорят, что это вот, конечно, что-то хорошее, но это не обязательно шаблоны, не только лишь шаблоны. Но вот, что именно это, они как бы, это довольно сложно, они это объясняют. В общем, я не буду пытаться их переплюнуть, но в частности, как бы, шаблоны там подразумеваются, если мы имеем дело именно с C++. В 1994 году, чуть позже, придумали такое слово, ну, относительно придумали слово или придумали применение метапрограммирования в C++. Там первый был известный очень пример про генерацию простых чисел, которые выдавались в качестве сообщений об ошибках компилятора. То есть на этапе компиляции, как бы, вы запускали компилятор, и он своими ошибками выдавал последовательность всех простых чисел. То есть метапрограммирование — это вычисление на этапе компиляции, так если по-простому. То есть до запуска программы реального. Вот эта важная концепция тоже, значит, у меня в докладе используется. Что метапрограммирование может быть очень полезным для, вот, я сказал, моя задача — это увеличение, как бы, уровня абстракции в том ходе, который мы пишем. Значит, вот метапрограммирование для этого очень хорошо. И это было подчеркнуто в разных умных книжках. Значит, какая?